Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 17 июля, время почти 8 часов вечера и температура с оборудованием 22 градуса тепла. Я бы хотела вам рассказать о серьезных своих каких-то предположениях, ну и, конечно, подать какую-то интересную информацию, чтобы не было, как говорится, совсем уже, как говорится, по-деревенски. А то, скажет, из Лондона ничего не знает или, наоборот, слишком много все знает и чего-то нам тут визжает. Тут у меня и получила даже комплимент, большое спасибо, что, мол, значит, меня тут как бы выдвинули на роль каких-то таких индепендент, таких, ну, я бы сказала, которые предчувствия у меня такое, или вот есть люди, которые, знаете, ведунья, я бы сказала так, я бы себя назвала, ведунья. Ну, или, как я перед этим сказала, интуитивный психолог, когда человек что-то предчувствует. Когда я сказала вчера, что завтра будет очень важный день, скорее всего. И, кроме того, сами понимаете, я сначала записала довольно серьезные, как мне показалось, не очень удачно. Я разобрала эту статью, но как смогла, так и разобрала, потому что вчера, ну, у меня как-то зудело вчера весь день про другое. И к концу вы заметили, что, несмотря на то, что я позаписала очень много видосов, я взяла и записала еще и про Олиса. Меня это очень сильно поразило тогда, потому что в воскресенье ни с того ни с сего этот редактор, что-то какое-то интервью дает, ничего не понятно, какая-то думовая завеса. Вот, и поэтому, когда, я честно скажу, всю ночь мне как-то я не спалось, и вот я смотрела фильм про, значит, в общем, потом не буду говорить про что я смотрела. Ну, когда я наутро в результате проснулась уже, значит, несколько часов я заснула, и проснулась уже 10 часов, и я проснулась, смотрю про Крымский мост. Значит, я ничего такого не предчувствовала. Что-то было гадкое на душе, но не такое, что, к сожалению, погибли люди, к сожалению, девочка бедная несчастная. Мне очень-очень жаль, как я не знаю, как что, как будто мне кусок мяса оторвали. И это болит. Вот, мне очень обидно, когда гибнут ни в чем не повинные гражданские лица. Я сама являюсь жертвой серьезного преступления, я считаю, это не скрываю. Хотя не все мне верят, конечно же, и даже не знаю, как выпутаться из этой ситуации. И это я имела в виду, когда говорила, что завтра я жду серьезного какого-то инцидента. Но, честно скажу, с пятницы я заказала, я написала вот этому омбудсмену. Я все-таки надеялась, что мои работодатели постараются, возможно, возможно, из-за того, что она написала мне, что она в отпуске в пятницу и будет в понедельник, только утром она будет в офисе. И я подумала, может быть, поэтому они подали вот это вот как бы прошение, чтобы мы досудебно решили, что они все-таки хотят что-то решить. Но, судя по тому, как она мне написала ответ в 10 часов утра, она очень хорошая, конечно, ну, хороший профессионал. То есть, ну, я просто рада, что она мне попалась. Она, как я понимаю, по ее имени, она индуска. Это тоже важно, понимаете. Вот, и поэтому, значит, она мне сказала, что нет. И она сказала, что персональные инжурии это не решает. Суд по трудовым спорам, подавай в другой суд, а по трудовым спорам все решит судья. То есть, никто не обращался к омбудсменам решать этот вопрос досудебно. Как говорится, уж не знаю, по какой причине, я думаю, что мои работодатели очень сильно надеются на то, что их прикроет местная власть. И мне потом в результате приснился сон, который я здесь рассказывать не буду, но надо будет записать мне его, чтобы не забыть, какой-то настолько какой-то странный сон мне приснился. И поэтому, когда я посмотрела, значит, вдруг мне написали вот этот комплимент, что, мол, что я вот, наверное, что-то знаю или как-то предчувствую, или вот я такая вся из-под себя. У меня, еще раз говорю, очень много своих личностных проблем, о которых я и думала. Я ничего похожего не думала, но единственное, что я думала, и я это не скрываю, и это я хочу вам сказать, что 17 июля, может кто забыл, произошел известный инцидент, который сильно изменил ход войны на Донбассе. И это вот этот вот самолет, значит, Боинг 777, вот, значит, который упал к несчастью над Донбассом, и до сих пор никто не поймет, как это все произошло, кто виноват, кто не виноват. И, кстати, только сейчас до меня доперло, а я сейчас скажу это, чтобы никто не думал, что я, знаете, такая, ну да, такая вот сама говорит, что она ничего не понимает, а сама вот что-то знает, сейчас скажу. Значит, что на самом деле произошло тогда, накануне 17 июля, значит, я тоже не спала, уж не знаю по какой причине, и я в интернете смотрела тот факт, что Путин посещал 7 или сколько стран Южной Америки на тот момент, да. Вот, и он там был, он был у Кастро, он был у всех остальных, там таких вот всяких, в том числе и Аргентину, по-моему, он посетил. И, значит, и было сказано, что он теперь уже летит домой, направляется, и вдруг меня удивил, знаете, как столбом по голове. Вот идешь, идешь, и тебе столбом по голове прилетело. Что пишет комментарий человек, такой короткий, говорит, ну, как-то это его последний полет, или что-то такое, или он не долетит, что-то вот такое. Причем не то, что он, то есть человек как бы, ну, как бы хотел, ну, как бы хотел, ну, знаете, как бы хотел, а я знаю что-то. Ну, как бы вот у него недержание, как говорится, мочи произошло. И он раз это и сказал, вот, и я поразилась, что, значит, он не долетит, как это понять. И то есть это как бы не то, что там, ну, знаете, там, надеюсь или там хочу, а вот так произошло, что, то есть, как бы он уже знал заранее. Тогда Путин там очень серьезные какие-то там порешал вопросы с этими странами Южной Америки. И он летел домой, как вы помните, через Польшу, и как вы помните, центральное телевидение сразу объявило, что это было покушение на Путина. Кто помнит, что он, его самолет опоздал на шесть часов. А Саакашвили, между прочим, сказал тогда, что в этом самолете летели, значит, куда они, в Джакарту они летели, куда они летели, значит, летело очень много врачей, которые занимаются проблемами рака на конференцию. И что моя жена, вы же знаете, Саакашвили жена, иностранка, и моя жена многих из них знала лично. Саакашвили гражданин Украины, и он находился на тот момент на Украине. Короче, закручено так, что даже человек с таким воображением, как у меня, значит, мозги может об это сломать, поэтому лучше этим не заниматься. И тот факт, что сейчас кто-то сразу сказал, что это, как говорится, покушение на имидж президента Путина, вот этот мост, это я согласна с этим, я согласна, стопроцентно согласна. Конечно, это тяжелый удар, особенно если учитывать, что там только к ноябрю поремонтируют. Вот, и еще, что интересно здесь, что, мол, помните, я вам сказала, что у Олис, считай, умыл руки, а я здесь ни при чем, Британия ни при чем. Британия что сказала? Британия сказала, не надо здесь нас одних только доить, доите Европейский Союз. И, значит, стали говорить, что таких дронов у Украины быть не может, естественно, они есть у Дании, они есть у Италии, такие дроны. Вот, ну, я бы тут еще много чего вам сказала, но моей целью сегодня является совсем-совсем другой материал, который я подам отдельно. Отдельно тоже он посвящен тому, что 17 июля это непростой день, почему к нему подприурочили вот этот теракт. Не говорите мне, что это произошло случайно, что на НАТО они это не обтерли, не говорите мне таких вещей. Я в такие вещи не верю. Единственное, что это подтверждает вот тот факт, что это все было обтерто, обговорено, и повесить хотят на Украину непонятно зачем, точно так же, как северные потоки. То, значит, здесь факт вот какой. Сегодня Боритания гордится тем, что она подписала договор о торговле в Тихоокеанском регионе, и этим она гордится. Она сказала, если бы она оставалась в составе Европейского Союза, что она никогда бы не смогла подписать такой важнейший договор о торговле, куда входит Сингапур, в это образование и Япония, и будет торговать. Вот это очень-очень важно для среднего класса, для среднего класса, который сейчас у нас страдает в Британии. А в это же самое время в Брюсселе проходит встреча стран Южной Америки и вот этих брюссельских бюрократов. Сразу хочу сказать, что Шарль Мишель сказал, что мы специально намеренно не пригласили на эту встречу Украину, хотя обсуждали там зерновую сделку, которую Путин, значит, теперь уже точно раз мост украинцы пидорвал, это он его, конечно, откажется от продления. Ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы согласиться, значит, это все было сделано специально, не пойму, кто как кем, потому что Британия сказала, что мы здесь ни при чем, ни при чем мы. Вот, разбирайтесь с Данией и с Италией, разбирайтесь там между собой сами, мы теперь уже уходим в Тихоокеанский регион. А, значит, Украину тоже не пригласили, ну, как ее можно приглашать здесь, понимаете, и что важно тут отметить, ни Шарль Мишель, ни вот этот вот, как его, Боррель, которые осудили Россию за то, что она прекратила зерновую сделку. Допадушь мост какой-то, приурочили это, значит, прекращение зерновой сделки не к тому, что Путин сказал, что я прекращу, вы не выполняете эту сделку, а к тому, что якобы он взбесился на подрыв моста. Ну, двуличие тут просто аж парит. И второе, значит, что надо дополнить, пусть не врут, все заслуги за то, что этот саммит Южная Африка, Америка, Южная Америка и ЕС состоялся, это заслуга Швеции. Именно при руководстве ЕСом Швеции полгода они, вы знаете, были полгода шведы, и сейчас испанцы переняли у них пальму руководства в ЕС. Так вот, при шведах активно, очень активно, значит, торпедировалось подписание договора с Южной Америкой. Значит, вранье в чем заключается Борреля, который начал слезы крокодиля лить, что смотрите, теперь все поумирают из-за того, что украинцы не будут поставлять зерно. Не надо врать, потому что Аргентина считается, извиняюсь, такой житницей, как я не знаю кто, и по этой причине говорит, что Аргентина теперь сдохнет с голоду, потому что украинское зерно туда не поставляют. Ну, это просто я не знаю, кем надо быть. Ну, в общем, на этом я как-то так вот закруглюсь, потому что я не хочу это обсуждать, больше мне вот эта вся гниль надоела. Единственное, еще раз хочу сказать, что я очень сочувствую тем людям, которые пострадали, особенно этой девочке, которая потеряла своих родителей. Это такая трагедия, что просто даже не хочу, даже мне очень больно, больно говорить об этом, как будто у меня кусок мяса вырвали из моего организма. Ну, а пока, пока.